Днепропетровская область В Томаковке каждый решал свои задачи И задачи эти полярны, как зима с летом, восток с западом Как известно, Томаковский клуб в этом сезоне дебютирует в чемпионате Украины Так что шагнув на ступень выше у Александра Степанова и компании Хлопот изрядно прибавилось Новый вызов, новые подходы Что поменялось в команде с переходом на другой уровень? То есть и область держите, и теперь уже Украина Поменялась философия подготовки команды? Нам, мне кажется, это идет только на пользу Мы держим тонус, две игры в неделю, три То есть две тренировки легких у нас предыгровых Отношение ребят поменялось Очень сильно ребята настраиваются, как бы более серьезно Я не говорю, что раньше такого не было Но сейчас более такой профессиональный подход Все ребята прекрасно понимают Все ребята настраиваются, хотят играть в футбол Я думаю, сегодня это было видно Мы поменяли После первого тайма сделали семь замен Эти ребята, которые вышли на замену Я ими доволен, в принципе Они не хуже сыграли Тех, что играли ребят в составе По большому счету Я хочу сказать, что мы движемся вперед И это радует Будем надеяться на подобное движение вверх И команды Никопольского обрия То ли от стратегии развития То ли от нелегкой жизни Составленной, по большому счету Из школьников старших классов Молодежь, да, как вы заметили Ребята 2001, 2000, 2002 года Позитив в том, что даже результат Я им сразу сказал, нам результат не надо смотреть Главное, покажите, что вы умеете что-то Вот это самое главное Позитив в том, что они как бы старались Но, понятно, уровень мастерства у команды «Скорук» выше на две головы На три, на пять Но дело в том, что я им сказал Если вы будете против этих ребят учиться чему-то Что они делают на поле Через три, четыре, пять лет вы будете Не хуже выглядеть И дай бог лучше С этими рассуждениями и надеждами Команды вышли каждая решать Свои поставленные задачи Наверняка дерзкий выпад Уже на стартовых минутах матча В исполнении гостей Дополнительно подстегнул Томакопчан К решительным действиям Ну согласитесь, кому понравится Когда тебя на первых минутах Зажимают в своей штрафной Впрочем, это был, если не единственный То тот редкий эпизод в игре Когда юнцы из Никополя имели возможность Укусить своих умудренных визави Остальное время на поле был суровый экзамен Опыта над молодостью Я бы сказал, футбольная дедовщина Сегодня не самый топовый соперник Против вас играла молодежь Может быть, эта команда через 3-4 года И составит вам конкуренцию Что вы сегодня увидели в исполнении своих бойцов? Потому что у вас уже в субботу Игра немножко другого уровня все-таки Да, это тренировка с повышенной ответственностью? Ну, я думаю, да По сегодняшней игре получается так Я желаю удачи Никополю У них еще все впереди Молодые ребята Понятно, им где-то тяжеловато было И в борьбе играть с нами И тактически У нас много опытных футболистов Много техничных футболистов То есть, понятно, что где-то игра была такая Легенькая, можно так сказать Но все равно мы отнеслись Я благодарен ребятам Ребятам отнеслись серьезно к игре Спасибо им, я их поблагодарил Готовимся к мотору У нас, соответственно, игра в субботу Вы правильно сказали Будем готовиться, будем настраиваться Разбирать эту команду Мы с ней недавно играли То есть, все идет по плану Сложно сказать, по плану или нет Но ворота Обрия подопечные Степанова Отгрузили 9 сухих мячей Чем, безусловно, побаловали местных тифозий Живо обсуждающих каждое действие на поле Премьерный гол уже к пятой минуте матча Блестящим выстрелом с дальней дистанции Оформляет Игорь Прокурор Согласитесь, приговор у парня Получился не только суровым, но и красивым 1-0 В 16-й минуте счет был удвоен Фланговую передачу замыкает обревка 2-0 в пользу хозяев поля Крупным счет в матче, завершая красивейшую комбинацию, делает Чербина Который пришелся ко двору в Тамаковке И, судя по всему, сам футболист чувствует себя превосходно в новом коллективе В прошлом эфире ты сказал, что вроде бы как прижился в команде Ну, может, делись там какой-то ритуал был, я не знаю, обычно пиццы Что в скоройке делают? Ну, это внутри команды, скажем так Прижился, ну, я со всеми пацанами знаком И заранее, так что Насчет адаптации вопросов никаких Ну, режим не нарушают? Не, конечно, не Далее Тамаковцы продолжают разрывать оборону Обрия Откровенно не везет штрафной Жигалову Очередной момент упускает Жигалов, пробивая головой мимо каркаса ворот На трибунах возникает вопрос Может быть, парню пошептал кто? Тут же блестяще действует голкипер Обрия Получив заслуженную порцию аплодисментов По истечению получаса дубль оформляет обревка Так же, как и в дебюте его партнер-прокурор Вскрыл голкипера коварным выстрелом с дальней дистанции 4-0 Удары дальнобойщиков пришлись по вкусу Александру Степанову Хотя наставник был бы не против Чтобы что-то подобное произошло в субботнем матче Какой все-таки главному тренеру больше импонирует по исполнительности, по красоте? Ну, не могу судить Я не хочу там сказать, что кто-то там сильнее, лучше или хуже ребята забили Все, в принципе, хорошие голы Два гола сильных, да Я не буду судить Два хорошие гола забили, молодцы Пусть влетает в Запорожье хотя бы Да, да, вот если в Запорожье забили, тогда вопросов нет Я бы похвалил, бы что-то выделял Ну, а здесь, молодцы, забили голы, каждый гол по-своему хороший Практически весь первый тайм голкиперу обрия просто не давали дышать Но что тут поделаешь, такой матч Кому крутиться, а кому самое время за гербарием к угловому флажку прогуляться Во втором тайме хозяева продолжили оттачивать свое мастерство у ворот соперника Евгений Жигалов в очередной раз попытался внести свое имя в протокол Однако голкипер в паре с защитником отстояли последний рубеж Спустя пять минут Жигалов пробивает головой Но и в этот раз блестящий сейф голкипера оставил опытного форварда ни с чем Ну, а дальше Скорух включает бразильский ливерплейт И в конце самбы Данил Багнюк в пятый раз огорчает стража воротника пальчан На Дамаковской Маракане праздник души и тела Далее включается реактивный правый план к атаке хозяев поля Как итог, полкоманды обыграно и пас на партнера Максим Цюро точен 6-0 Чуть позже хозяева проводят разящую атаку от центра поля В совершении удар парашютом запускает сферу выше крестовины ворот Спустя шесть минут еще один приговор от прокурора И это 7-0 Дубль в активе Игоря В завершении матча снял с себя порчу Евгений Жигалов Для начала форвард забивает восьмой мяч в игре А спустя три минуты оформляет дубль Чем, безусловно, порадовал себя, тренера и партнеров по команде Привет! Ах, это прелестно, прелестно! Забили много, много не забили У нас там 22-й номер сжигало Ну, я не знаю, в первом тайме было моментов миллион Во втором, наверное, пошел где-то помолился там с ребятами Или ребята что-то пошептали Или что-то принял, может быть, какой-то витамин Ну, забил уже Но зато отдал много голевых Пять или шесть голевых отдал Так что самое главное, чтобы он доставил что-то на мотор 9-0 в Тамаковке Генеральная репетиция для Скоруга прошла более чем успешно Вот такая генеральная репетиция перед чемпионатом Украины Она, скажем так, звездности не добавит команде? Нет, звездности никакой не добавит Молодая команда На такие команды очень тяжело настроиться Тем более поле не очень позволяет играть в такой футбол В субботу будет совсем другой настрой и другая игра Как вы думаете, не потеряется команда все-таки уже в лидерах? Я думаю, она не потеряется однозначно Так как и Скорук, так и ВПК Агра Но я думаю, это только будет престиж нашему днепропетровскому футболу Нашей области Что эти, я думаю, две команды В первую очередь и Скорук В первую очередь, я думаю, что эти команды попадут в плей-офф Я только буду желать им удачи Болеть за них И чтобы представили нашу область в Украине И выиграли аматорскую лигу давно уже Наши команды с области Не было представлено в таком количестве И не выигрывали аматорскую лигу На этом в Тамаковке тренировка с повышенной ответственностью подошла к концу Главная игра недельного цикла для футбольного клуба Скорук Была назначена в субботу в Днепре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok